Конь Жуковской В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Нинарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушьем. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ей, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезны, заметья взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг к другу в вечной любви, сетывали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Ну, разумеется, что это счастливая мысль. Пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марии Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание, но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно «Дети, придите в наше объятие». Мария Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне ее подруге, другой к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок, неодолимые силой и страсти, и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту из жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дорожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью. Она бросилась на постель перед саморассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самой минуты, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье. И она летела, стремглав, снизеснимым замиранием сердца. То видела на Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство, их нежная заботливость и беспрестанные вопросы «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселую, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Рыжащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговорила ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто селись остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесса и уложить узлы и шкатулку. Взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню по печенью судьбы и искусству тережки Кучера, обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром он был у жадринского священника. Носилу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного тережку в Нинарадово с своей тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления, но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут. Рощи все не было видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадринное должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы да враги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава Богу, подумал он теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрина находилась тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать. Дорога была гладкая. Лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а жадрина было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние владело им. Он ударил по лошади, бедные животные. Пошло было рыси, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, усланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. Что тебе надо? Далеко ли, Жадрина? Жадрина-то далеко ли. Да, да, далеко ли. Недалече. Верст десяток будет. При всем ответе Владимир схватил себе за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. Откуда ты? Продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. Можешь ли ты, старик, сказал он, достать мне лошадей до Жадрина. Какие у нас лошади, отвечал мужик. Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно. Постой, сказал старик, опуская ставень. Я тебе сына вышлю. Он тебя проводит. Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся. Борода показалась. Что тебе надо? Что ж твой сын? Сейчас выйдет, обувается. А ли ты прозяб? Взойди погреться. Благодарю. Высылай скорее сына. Ворота заскрипели. Парень вышел с дубиной и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. Который час? Спросил его Владимир. Да уж скоро рассвинет, отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они жадрино. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его. Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврила Гаврилович в колпаке и в байковые куртки Просковья Петровна в шлафроки на ваде. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала где дурно, но что ей где теперь легче и что она где сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», отвечала Маша. «Ты верна, Маша, вчерась угорела», сказала Просковья Петровна. «Может быть, маменька», отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написаны, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал даже и во хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжину из заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что с ужином о нем не объедешь, что бедность не порог, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдании. Между тем, барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье согласия на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что Нагаева не будет никогда в их доме и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок и боялись, чтобы горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствия. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Праскови Петровны. Клялась никогда с ней не расставаться. Обе они оставили Нинарадова место печальных воспоминаний и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут, около милой и богатой невесты. Но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить. Книги им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем, война со славой была кончена. Полки наши возвращались за границы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, тирольские вальсы и арии из Джоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном в воздухе обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга. Как сильно билось русское сердце при слове Отечества, как сладки были слезы свидания, с каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви государю. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. То из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою. В это блистательное время Мария Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и в деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в всех местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Мария Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет, он приехал в отпуск в своей поместье, находившейся по соседству деревни Марии Гавриловны. Мария Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала. Но поэт, заметь ее поведение, сказал бы, если это не любовь, то что же? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам, ум приличия и наблюдения, без всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно, но что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взор его так за ней и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесу. И это не вредило ему во мнении Марии Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняли шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он со своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног, еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость неразлучна с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной и положила ободрить его большую внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приуготовляла развязку самой неожиданной и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна какого рода не была бы всегда тягост на женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марии Гавриловне, что решительные минуты оказались уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Праскова Петровна радовалась, что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха. Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гром пассианс. Как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марии Гавриловне. Она в саду, отвечала старушка, подите к ней, а я вас буду здесь ожидать. Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, а войс дело сегодня же кончится. Бурмин нашел Марию Гавриловну у пруда, под его с книгой в руках и в белом платье настоящей героиней романа. После первых вопросов Мария Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случай открытия свое сердце и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», сказал Бурмин, «Я вас люблю страстно». Мария Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания об вас, ваш милый несравненный образ отныне будет мучением и отрадуя жизнь моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала, прервала живостью Мария Гавриловна. Я никогда не могла быть вашей женой». «Знаю», отвечал он ей тихо, «Знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований». «Добрая, милая Мария Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы молчить, ради Бога молчите, вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моей, но я несчастнейшее создание. Я женат». Мария Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», продолжал Бурмин, «Я женат уже четвертый год, и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли я свидеться с ней когда-нибудь. Что вы говорите?» воскликну Мария Гавриловна. «Как это странно, продолжайте, я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость». «В начале 1812 года, сказал Бурмин, я спешил в Вильню, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители, и ямщики советовали меня переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство владело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщиков вздумалось ехать рекой, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены, имщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом мы очутились в незнакомой стороне. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню, в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней, по паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» закричало несколько голосов. Я велел емщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался!» сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать, мы готовы были ехать назад, выходи же!» Я молча выпрыгнул саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу!» сказала это. «На силу вы приехали, чуть бы вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом, «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка!» отвечал я рассеянно. Девушку подняли, она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал подли нее перед налоем. Священник торопился, трое мужчин и горничные поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали, поцелуйтесь, сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо, я хотел было ее поцеловать, она вскрикнула, а это не он, не он, и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви без всякого препятствия, бросился в комитку и закричал, «Боже мой!» закричала Марья Гавриловна, «И вы не знаете, что сделала с бедной вашей женою?» «Не знаю, отвечал Бурмин, не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с которой станции поехал, в то время я так мало полагал важности преступной моей проказе, что отъехав от церкви заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена». «Боже мой, боже мой!» сказала Мария Гаврииловна, схватив его руку. «Так это были вы и вы не узнаете меня». Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. «Боже мой, и Продолжение следует...